Всем привет! На своей странице в инстаграм Прохор Шаляпин выложил архивную запись своего дуэта с Машей Распутиной. Видео не заставило ждать реакции пользователей. На певца тут же обрушился шквал критики. Сравнения с талантом знаменитой исполнительницы оказались не в пользу Прохора. Однако артист не дал себя в обиду и резко ответил злопыхателем. На видеоролике запечатлено выступление Шаляпина и Распутиной в 2006 году. Артисты исполняют композицию «Роза чайная». Под постом подписчики заявили, что дуэтом эту работу назвать сложно, так как голоса Прохора совсем не слышно, тогда как мощный вокал Марии радует слух зрителей. Конечно, Шаляпин не смог пройти мимо и отреагировал на критику. Он объяснил, что для выступления была использована фонограмма. «Не понимаю сарказма. Это скорее глупость», — ответил певец за сомневавшимся в его вокальных способностях. Недовольных оказалось очень много, и Шаляпину пришлось несколько раз повторить, что все дело в фонограмме, которую свели так, как того потребовала Маша Распутина. Друзья, кто-то его вообще слышит. Маша забивает полностью, Маша затмила Прохора и голосом, и всем остальным. Он не пел, а мямлил, пишут пользователи. Да, таким как Шаляпин никогда не бывает стыдно за свои поступки, и они ради денег и роскошной жизни готовы на все. Они ходят по шоу и зарабатывают хорошие деньги на скандалах. Вот такие у людей бывают интересы. Их обсуждают все, кому не лень, поливают грязью, а они с удовольствием в ней купаются, ведь за это платят деньги и немалые. Посмотрите серию скандальных шоу с участием Шаляпина. Он не гнушается жить с пожилыми и делает вид, что любят их. После расставания разносит сплетни о их совместной жизни. Но это обычно длится недолго, очень скоро такие люди находят новую жертву. Вот так высказываются недоброжелатели исполнителя. Будем надеяться, что в скором времени Прохор Шаляпин покажет себя совсем с другой стороны. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!